Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции мы продолжаем цикл программ на радио Монте-Карло в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня мой собеседник Александр Григорьев, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Начались школьные каникулы, самые большие летние каникулы. Я знаю, что у вас забот прибавилось, не сказать даже, что вдвое, а то и втрое, да? Давайте мы всё-таки начнём наш разговор о ситуации на дорогах по аварийности с участиями несовершеннолетних. Есть какая-то статистика по городу Твери? К сожалению, да, статистика печальная. С начала текущего года у нас уже произошло на территории города Твери 30 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, в которых 31 ребёнок пострадали. В сравнении с прошлым годом рост в два раза. В том году произошло 14 дорожно-транспортных происшествий. А в чём причина, Саш, вообще может быть? Причин много разных на самом деле. Ну вот под конец, наверное, учебного года, в этом году такая неделя произошла, так сказать, дети немного были полностью предоставлены сами себе. 24 мая у нас начались так называемые каникулы, да, вот 24 мая последние звонки прозвенели, а в школьных лагерях, в загородных лагерях смены начались 3 июня. И неделя выбыла, так сказать, дети были... Такой провал получился, сами себе предоставлены, да? Провал и дети полностью, да, не знаю, чем заняться, не знаю, куда пойти. Ну и в целом много, конечно же, погоды хорошей. В этом году в целом, да, наверное, раньше у нас началась тёплая погода. Много детей находились на улице. И в связи с этим произошёл тоже в этот период небольшой сплекс ДТП с участием детей. Если говорить по категориям, да, мы давайте начнём категории. Это у нас существуют дети-пешеходы, дети, которые управляют теми же велосипедами, самокатами, электросамокатами и прочее. А некоторые даже бывают и за руль автомобиля садиться, да? И дети-пассажиры. Давайте по категориям с вами разберём. Итак, дети-пешеходы. Пешеходы – это опасность всегда для каждого водителя, когда неожиданно выбегает ребёнок на проезжую часть. Да, именно в летний период, а больше всё-таки у нас детей-пешеходов происходит ДТП с их участием. Зимой, ну, дети больше времени всё-таки дома, да, но и световой день меньше получается, нежели сейчас в летний период световой день намного больше, соответственно, и хорошая погода, дети гуляют. Много у нас происходит ДТП уже во дворе, когда дети гуляют, просто находясь во дворе, из подъезда бегут на детскую площадку, либо с детской площадки домой, наоборот, когда их зовут родители. Соответственно, много стоячих припаркованных машин, и дети выбегают из-за этих стоящих машин. Вот, кстати, было ДТП такое недавно. Совсем недавно было, да, его показывали, потому что было это ДТП, ну, зарегистрировано, да, на видео с камеры подъездной. Таких ДТП произошло на самом деле несколько уже, но это было зафиксировано, когда ребёнок, ну, там с другом бежал, и прямо из стоящей машины выбежали по другую машину, которая во дворе двигалась. Ну, такая ситуация, наверное, такая получается во дворе однотипная, когда дети не видят, что во дворе движется ещё машина, и думая, что во дворе очень безопасно, потому что они во дворе находятся, они на какой-то дороге, проезжей части, да, где опасно, много машин двигается. Ну, и также водитель, который движется во дворе, соответственно, не подразумевает, что сейчас выбежит ребёнок. Здесь какой совет вот конкретный относительно водителя, быть ещё предельно внимательным? Это нужно быть каждый день, каждую минуту готовым к этому. Водителям, тем более сейчас нужно быть внимательным, да, с наступлением летних каникул, что появились дети, детей много находятся на улице. У водителя, вот, читаю часто объяснение, когда происходит ДТП с участием детей, наверное, уже каждое второе объяснение у водителя, что отвлёкся. А чаще всего отвлёкся на наш любимый мобильный телефон, когда при управлении транспортом что-то, СМС-ку писал, да, ну, там, бывает, что ролики интересные смотрят. Новость прочитал. Всё возможное, да, и, соответственно, отвлёкся на телефон. В объяснении именно такая причина и не увидел. Соответственно, водители невнимательны сейчас всё больше и больше на дорогу. Моя рекомендация именно водителям быть внимательным на дороге, смотреть. Могут появиться из ниоткуда. Вот такое, да, вот, такое понятие, наверное, из ниоткуда. Потому что дети подвижные, активные и очень быстро появляются на дороге. Саша, это во дворе, да, что у нас, как дети переходят проезжую часть многолюдной улицы, широкой улицы, где много автомобилей. Они по-прежнему часто пользуются наушниками, капюшон, на что-то отвлекаются, а иной раз они по пешеходной зебре. Бывает такое? Ну, не то, что по-прежнему, а, наверное, всё больше детей, в том числе при переходе дороги, отвлекаются на что-то каким-то образом, да, те же самые телефоны, наушники. Они сами себе таким образом, получается, навреждают, да, что не увидели либо не услышали при переходе дороги. А вот что касается пешеходов, вот во дворах больше такие маленькие дети, да, которые активно играют, бегают. Что касается пешеходов, это уже больше, на самом деле, подростки. Дети, подростки, пешеходы возраст 13-16 лет, которые, наверное, больше самоуверенные, что здесь мы в безопасности, и у них такое понятие, что нас должны пропустить. Вот, да, вот, как и у взрослых, наверное, но подростки вот уже имеют такое понятие. У нас где-то до пятого класса дети понимают слово «опасность». Соответственно, когда переходят дорогу, они смотрят по сторонам, перед тем, как перейти, убеждаются в безопасности, как нужно, да, необходимо сделать пешеход. Ну, как мы учим постоянно, как вы учите постоянно. И вот дети до пяти лет, до пятого класса, до пятого класса, извиняюсь, они именно понимают это понятие «опасность» и посмотрели, убедились. Телефонов минимальное количество, не отвлекаются. А вот подростки в таком возрасте уже, наоборот, не считают, что это опасно. Они, да, вот, в силу возраста своего. И тем более понятие «нам должны», то есть понятие пропустить. Но, опять же, человеческий фактор за рулем. Водитель отвлекся, не увидел, не успел затормозить. И вот они происходят, дорожно-транспортные происшествия. Даже на тех же самых пешеходных переходах, где подростки чувствуют себя якобы в безопасности. В безопасности, всё верно. Здесь какой совет тем же самым водителям и, конечно же, подросткам? Водителям, опять же, внимательно смотреть за дорожной обстановкой. При подъезде к пешеходному переходу обязательно снижать скорость. Могут появиться пешеходы. Это и дети, и взрослые, и люди пожилого возраста. Дети в силу возраста могут появиться, опять же, неожиданно, выбегая. Порой из-за каких-то припаркованных транспортных средств. Опять же, к водителям есть такие дорожно-транспортные происшествия, которые происходят во второй, либо в третьей полосе. По путным направлениям транспортное средство остановилось, чтобы пропустить пешеходов. А вот уже вторая, третья полоса водители проезжают, так сказать, без остановки. Не видя, что впереди идут люди. Соответственно, да, пешеходы уже начинают переходить. Их в путном направлении автомобиль остановился пропустить. Водитель, либо не понимая этого, что водитель остановился, транспортное средство пропускает. И опять же, пешеходы появляются неожиданно для такого водителя, который во второй полосе. Вообще характерная особенность для каждого пешехода появляться неожиданно. Всё верно, да. Но мы в городе, у нас на многополосной дороге 2-3 полосы, где-то и 4 полосы. Соответственно, водителям нужно обязательно при подъезде к пешеходу убеждаться в безопасности. Самим же пешеходам вот это понятие, да, что нам должны пропустить, максимально его не использовать. Мы сами, пешеходы, должны убедиться в безопасности перехода. Увидеть, что нас пропускают, а только тогда дорогу переходить. Как так называемый зрительный контакт, да, установить с тем же самым водителем. Убедиться, что он тебя увидел. Видит и пропускает. То есть мы, когда ступаем на проезжую часть, куда надо посмотреть, давайте втолкуем ещё раз это. Ну, это с детства, наверное, всё-таки учат. Тем не менее, видите, не знают. Либо не знают, либо... Игнорируют. Больше, наверное, да, игнорируют такое понятие. Мы должны трижды посмотреть по сторонам. То есть сначала, конечно же, налево. Движение в России правостороннее у нас для пешеходов сначала с левой стороны. Соответственно, сразу смотрим направо, чтобы полностью нам всю ширину проезжей части увидеть с двух сторон машины. Ну и при переходе, опять же, смотрим налево до середины проезжей части. До середины дошли. Направо. Помогают здесь, в этой ситуации, те самые полицейские, да, лежачие. Новые знаки, светофоры установили. Кажется, вот всё, город меняется в лучшую сторону в качестве безопасности. То, что все пешеходы переходят одновременно. Перекрёсток тот же самый. Ну, здесь, наверное, самое вот безопасное, это когда вот именно на перекрёстках загорается отдельная фаза для пешеходов. Идут все. Когда, да, все машины, соответственно, остановились во всех направлениях, а для пешеходов на всём перекрёстке загорается зелёный. Можно переходить проезжую часть. А вот когда загорается зелёный, опять же, здесь мнимая такая безопасность, что многие, даже не посмотрев по сторонам, начинают переходить. Вот у нас часто происходит ДТП на площади Терешковой. Площадь большая. Вот когда движение идёт по улице Орженикидзе, водитель въезжает ещё под зелёный сигнал светофора. Но пока он проедет эту площадь, уже, соответственно, на выезде будет красный. А пешеходам загорается зелёный, и они уверенно ступают на проезжую часть. Нас так недавно женщину с ребёнком задавили. Увидев зелёный, не посмотрев, начали переходить дорогу. Сразу их автомобиль-то избил. Мы полностью считаем, что зелёный безопасен, но водители либо не успели закончить манёвр, либо есть нарушители, всё равно много, к сожалению, в городе и нарушителей, либо водитель специально, не специально игнорирует эти права дождя движения, спешит, торопится, опаздывает, всё тому подобное. В телефоне засмотрелся. Но, опять же, спецтранспорт, когда, да, есть машины спецтранспорта, которые имеют преимущество, отступая от требований права дождя движения, когда используют спецсигнал. А если у тебя в ушах наушники, то ты не слышишь этого спецсигнала, идёшь, и случается трагедия. Не услышали, но и в конечном итоге не увидели, происходит. Были и такие у нас происшествия. Значит, ещё раз повторяю, три стороны мы смотрим, когда выходим на проезжую часть. Это априори для каждого пешехода. Александр, говорим по категориям несовершеннолетних, которые чаще всего попадают в неприятные, скажем так, мягко говоря, ситуации на дорогах. Так подробно рассказали, как вести себя пешеходом. Теперь отдельная категория. В каникулы летние много велосипедистов, много обычных самокатчиков. Да, давайте мы на эту тему поподробнее. Да, с наступлением тёплого времени года, конечно же, и увеличилось количество таких участников, как велосипедисты, ну и дети на самокатах. Соответственно, ДТП с их участием тоже увеличилось. Хотелось бы напомнить, в первую очередь, родителям, которые приобретают такие устройства, велосипеды, самокаты, детям, потому как, покупая их, забывают про то, чтобы напомнить правила дорожного движения, либо обучить изначально, да, кому-то приобрели велосипед, всё, иди катайся, на площадке, не на площадке. Как правило, родители совсем мало времени проводятся непосредственно вблизи, потому что велосипедист, да, он катается где-то, не рядом прям со взрослым. Если бывают такие случаи, конечно, что и взрослым на велосипеде прям рядышком где-то вместе катаются, ну, как правило, ребёнок самостоятельно уже начинает кататься. Соответственно, когда приобрели велосипеды, самокаты, не лишним даже, да, вот не то, что не лишним, а обязательным будет условие рассказать про правила, где можно кататься, что нужно, опять же, смотреть по сторонам, быть внимательным при управлении транспортом. До 14 лет, самое главное, напоминаю, не выезжать на проезжую часть. До 14 лет? Это детям запрещено, но мы и взрослым, на самом деле, всё так же рекомендуем двигаться по тротуару, так как транспорта на дорогах всё больше и больше с каждым годом. Много припаркованных машин. И велосипедисту, который двигается по проезжей части, по правому краю, да, краю проезжей части, необходимо в каком-то, да, ну, моменте объезжать припаркованный транспорт, выезжая уже порой даже во вторую полосу для движения, где может двигаться попутный автомобиль. Соответственно, мы даже взрослым рекомендуем двигаться по тротуару, но, опять же, не создавая помех в движении пешеходам. Это вот самое главное, опять же, правило. Велосипедисты на тротуаре не должны сбивать пешехода, потому что пешеход имеет преимущество на тротуаре. А есть у нас велодорожки, вообще-то, в городе? Велодорожки есть, но, конечно же, их очень-очень мало. Вот в Южном, да, вот, ну, на Санкт-Петербургском шоссе давно сделали, вот в Южном, знаю, там, с роддомом, опять же, построили велодорожку, да, вот новый комплекс домов строится, соответственно, там построили велодорожку. Ну, это очень удобно, это как бы, это необходимость, да, уже у нас, с учетом велосипедистов. Необходимость велосипедистов все больше. И те же потом средства индивидуальной мобильности, наверное, сейчас мы о них еще будем говорить, это уже в городе нужно. Да, такие участники, которые должны передвигаться, как бы, отдельно от пешеходов. Велопешеходная дорожка, да, вот у нас существуют такие, чтобы велосипедист не между пешеходов, да, потому что, опять же, на велосипеде двигается участник, а его пешеходы могут не услышать, потому что нету ни звука мотора, да, как раз, безшумный вид транспорта. Соответственно, пешеход может в какой-то момент просто, да, шаг в сторону наступить, либо и неожиданно происходит наезд на пешехода. Происходят такие случаи, как минимум ушиб или ссадина, это все равно будет травма, а травма – это дорожетранспортное происшествие. Теперь продолжим. Коль упомянули же средства индивидуальной мобильности, пресловутые, потому что проблем очень много, то же самое, бесшумно передвигаются с большой скоростью, и сколько ведь случаев было, когда сбивали пешеходов. И самое главное, что говорим постоянно, из программы в программу мы, что нужно спешиваться на пешеходном переходе. Переходишь дорогу, иди пешком. Сколько я наблюдаю, бесполезно. Все правильно вы говорите про эти правила. С 2023 года новая категория участников, которые управляют средствами индивидуальной мобильности, СИМа, так называемые, но больше это все-таки электросамокаты. В том числе много прокатных таких электросамокатов, в том числе и в городе Твери. Много в городе таких, много, наверное, все-таки граждан их используют. Каждым годом уже, опять же, происходит рост дорожно-транспортных происшествий. Хотелось бы напомнить про соблюдение правил дорожного движения, управляя такими устройствами. На электросамокате двигаться, опять же, можно только по одному. Вот здесь, да, вот хотелось бы остановиться. Хоть и не с ребенком, недавно такой, буквально две недели назад произошел серьезный случай про катание вдвоем. Все, ну что там такого, вот каждый раз, когда мы останавливаем, проводим такие мероприятия рейдовые по выявлению нарушений, хихикают, так сказать. Что в этом такого опасно? Так вот, недели две назад произошел серьезный случай, когда две девушки катались. Много так и подростка, то есть, вот девушка, которая, так сказать, за рулем, именно, да, спереди находилась, ей 20 лет, двигалась, а сзади стояла девушка 19-летняя, так называемая пассажирка. И они, двигаясь по тротуару, не справилась, впереди стоящая девушка, с управлением, просто упала. То есть ее ни машина не сбила, она просто вот на маленьких колесиках, колесики небольшие, сама потеряла управление, упала. При этом сама, которая за рулем находилась, не пострадала. Но вот ее, так называемая, пассажирка пострадала, и, между прочим, очень серьезно. У нее открытая черепно-мозговая травма, перелом основания свода черепа. Ничего себе. А все дорожно-транспортные происшествия с участием таких участников средств индивидуальной мобильности – это дорожно-транспортное происшествие. В данном случае, так как это дорожно-транспортное происшествие, и здесь будет она в качестве водителя, она причинила тяжкий вред здоровью своему пассажиру. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Даже уголовное дело. По 264-й статье Уголовного кодекса. Да, то есть такие последствия. Получила серьезную травму, это раз, да, это ее подруга. То есть неизвестно, сами понимаете, какие будут последствия у этой девушки, 19-летней, очень серьезный перелом. Это не рука, это не нога, а это голова. Можно, ну, сами понимаете, даже инвалидом остаться. Ну, и, соответственно, как водителю, за то, что причинен тяжкий вред здоровью пассажиру, уголовная ответственность. Здесь, Саш, сразу, вот, как защитить тебя? Здесь в этих СИМах не предусмотрены шлемы, вот как на тех же мотоциклах, на коленнике или тот же сам выбирает? А потом, с другой стороны, ты идешь мимо, захотелось тебе покататься, какой у тебя шлем, что ли, будет в сумке? Ну, да, когда вы используете прокатный, здесь вы просто, проходя мимо его, используете неподготовленный, да, когда шли-шли, и вдруг, ну, захотели... Захотелось. Либо покататься, много, кстати, на самом деле просто катаются, либо куда-то добраться. Здесь, конечно, у вас не будет такой защиты. Если же у вас есть свои такие устройства, тоже есть и в наличии у многих уже свои, то, конечно же, лучше использовать какую-то защиту. Ну, это больше, наверное, все-таки отпадение того, что автомобиль собьет и защитит, да, это отпадение. Это шлем на локотнике, на коленнике, какие-то ссадины и все тому подобное, это тоже все равно безопасность. Александр, ну вот вы постоянно выходите в рейды на дороге Твери. Если вы видите, что вот двое едут, да, я видела и трое, бывает такое, да, вот, вы ограничиваетесь просто профилактической беседой, да, здесь как нарушение, это еще законом не присутствует, уже есть нарушение, да? Это будет нарушение. Так же с 2023 года, вот с 1 марта, вступили в силу изменения, как в правилах дорожного движения, так и в кодексе, что теперь можно за нарушение правил дорожного движения, это движение вдвоем. Движение, вот, кстати, вот, есть такие нарушения, когда двигаются по проезжей части. А у нас, в соответствии с 24 разделом, двигаться на данном устройстве, на средстве индивидуальной мобильности по проезжей части разрешается либо при отсутствии, да, либо тротуара обочины, либо невозможность двигаться по ним, тротуар или обочина. Ну, в городе, как правило, тротуар и обочина, ну, больше даже тротуар присутствует, и те, кто двигаются по проезжей части, уже фактически нарушают. И опять же, еще нарушение – это не спешились на пешеходном переходе. А скорость? Скорость, она изначально ограничена. 25 км в час, то есть... В самом устройстве? В самом устройстве ограничено. Вот у нас в Ужбази Флай, да, вот на территории города Твери, они ограничивают и какие-то есть районы, то есть в городе, то есть это не постоянная скорость, есть еще более, так сказать, скорость, ограничивающая, до 10, где-то до 5 км в час. Если этот электросамокат сбивает пешехода, то уже самый человек, который управляет электросамокатом, он несет ответственность? Несет ответственность, а это тоже дорожно-транспортное происшествие. Если такой участник сбил пешехода, как правило, пешеход получает все равно травму. Многие пытаются, опять же, скрыться. Считаю, что кто меня найдет, тем более электросамокат, а не мой, взял в прокат. Здесь, наоборот, еще проще найти такого участника, потому как такие участники используют электросамокат под своими персональными данными, так как оплачивают свои банковские карты. В этот же день наша группа розыска, госавтоинспекция, да, соответственно, в этот же день, обращаясь в эту организацию, где, возможно, в Ужбази Флай использовался электросамокат, все они имеют специальное устройство, которое, да, вот, трекер там записывается, кто в это время им управлял. В этот же день к такому водителю, да, так называемому участнику группы розыска уже по адресу приходят. Найти легко. Надо же даже скрываться пытаются. Скрываются, да, но найти, на самом деле, таких участников очень легко. А, кстати, вот, Александр, вы сказали, что вот девушка не справилась с управлением несчастных случаев, что где-то пострадала пассажирка. Насколько управлять самокатом в условиях тверских дорог? Ведь тротуары не везде еще в идеальном состоянии. Насколько самокат приспособлен? Ему нужна желательно мягкая, ну, ровная, гладкая дорога. Если колесо попадает в какую-то расщелину или трещину, это уже чревато, да? Да, какие-то моменты на своем пути. Это даже камешек, может быть, в прошлом году, вот на проспект Победы, тоже подросток, на камешек наехал. Колесики, еще раз повторюсь, маленькие, не как на велосипеде большие. И любое, что может быть на нашем пути, камешек, бордюр. В начале этого сезона, так, на Тверском проспекте молодой человек также при подъезде к бордюру не смог переехать. И сам, опять же, ударился головой, сильную травму получил. Любое, что может быть на пути, это может повлиять, что участник не справится с управлением. И сам же упадет с этого устройства, получив различные травмы. Порой серьезные, на самом деле. Значит, здесь очередной ваш совет тем, кто управляет средством индивидуальной мобильности, электросамокатов. Что, если вот такое вот приспичило покататься? То же самое, наверное, все-таки, кто управляет электросамокатами, включать голову, так как при обычном падении даже можно получить серьезные травмы. Включать голову каким образом? То есть передвигаться только в безопасном месте, это тротуар, не выезжать на проезжую часть, что запрещено. При подъезде к пешеходному приходу обязательно спешиваться, так как не успевает такой участник затормозить. Ну и автомобиль также не успевает затормозить. Происходят наезды на такие устройства. Опять же, на тротуаре, когда мы двигаемся, не сбивать пешеходов. Сбили пешехода, это дорожно-транспортное происшествие. Необходимо быть на месте, вызывать скорую, вызывать сотрудников госавтоинспекции. Не сбивать, то есть лавировать между людьми или каким-то криком, если это бесшумное средство, предупреждать, что я еду, если много людей, допустим, либо передвигаться. Если много людей, например, да, вот как центр города, на самом деле на тротуаре пешеходов может быть очень много, то пешеход на тротуаре главный. И здесь необходимо уже такому участию, хоть на велосипеде, хоть на смокате спешиться. Не звонить звоночек, не кричать, разойдитесь, я еду. А также спешиться и стать таким же пешеходом. Всё верно. Ещё одна категория, которую мы успеем сегодня рассмотреть, это дети-пассажиры, потому что очень давно, да, сотрудники госавтоинспекции ведут профилактическую работу. Операция кресла, да? Сколько раз останавливают везде, всегда везде один ответ, либо кресло дорогое, либо некогда, либо было, либо вот до детского сада, тут полкилометра. Ответов на самом деле очень много, разнообразных. Либо, да, что касается кресел, дорогое, недорогое, забывают про то, что маленький пассажир – это самое дорогое, что может быть у этого водителя. И какое бы ни было кресло, оно должно спасать. Был на различных дорожных транспортных происшествиях, и всё-таки, да, вот я когда вот приезжал, кресло спасает. Такие травмы получаются намного меньше, чем было бы без кресла. Многие просто сажают в кресло, но не пристёгивают. Ну, смысл от этого, опять же, что вот в кресле не пристёган, но также ребёнок может полететь вперёд. Соответственно, в летний период хотелось бы также напомнить, что как бы детей сейчас больше куда-то могут повезти, в деревню, на дачу, да также на море куда-то. Поездок будет много, в том числе перевозок детей. Не забываем, что детей нужно перевозить в детском удержившем устройстве до 12 лет на переднем сидении. До 12 лет. До 12 лет детских удерживших устройств у нас три вида. Автолюлька с рождения, когда начинает сидеть автокресло, ну и не помещается в автокресло, это бустер. Многие про возраст спрашивают, когда можно после кресла использовать бустер. Здесь какого возраста на самом деле нет. Здесь рост и вес ребёнка. У каждого по возрасту, в силу возраста ребёнок, может быть, разной комплекции, так сказать, да. Соответственно, не влезает в автокресло, можно использовать бустер. Самое главное, чтобы он находился в бустере, для того, чтобы ремень проходил по груди. Не по шее, либо по лицу. Ребёнку и некомфортно, но и в случае даже резкого торможения. Ремень свою функцию выполняет, он удерживает, но уже не спасает, наоборот, наносит какие-то травмы. Соответственно, до 12 лет на переднем сидении детского устройства, на заднем до 7 лет. Семи лет можно использовать штатный ремень безопасности, но опять же при условии, что он проходит по груди. По груди. А после 12 лет удерживающее устройство не обязательно? Само устройство не обязательно, но обязательно ремень безопасности. Тем не менее, у нас случаются дорожно-транспортные происшествия, когда невиновные дети, что называется, страдают из-за халатности, скажем так, их родителей и взрослых. Ну вот, опять же, по статистике, на самом деле, когда происходит дорожно-транспортное происшествие, страдают именно невиновные дети в невиновном автомобиле. Многие взрослые, да, вот когда перевозят, мы их останавливаем, а детей перевозят неправильно, непристегнуты. И начинают, опять же, еще одной из таких причин, говорить, что да я же адекватный водитель, я не нарушаю правила, я все их знаю, я их все соблюдаю. Мы забываем про то, что на дороге есть другие участники, которые эти правила как раз вот-таки и нарушают. И, наверное, в 90% случаев сами водители, где перевозили своих детей, родители, так называемые, они были, на самом деле-то, и не виноваты. Виноваты другие водители, выезжали со второстепенной, там, бывало, что даже навстречу выезжали, и по их вине происходили столкновения. Это, к сожалению, это дорога, да? Это дорога, но мы заранее, так сказать, да, вот почему-то думаем, что вот я аккуратно везу, и я довезу аккуратно. Но это аккуратно, да, сейчас, если ты поедешь, не знаю, где-то вот не на дороге. Это уже не на дороге. На дороге много других водителей, лихачей, пьяных, к сожалению, всё, их, опять же, меньше не становится, которые эти правила нарушают. И из-за них происходит ДТП. Надо не забывать про это. Александр, ну и несколько, буквально, полминутки общих советов для участников дорожного движения несовершеннолетних. У нас сегодня на них акцент, их родителей. С наступлением летнего сезона на дорогах больше появилось детей. Опять же, обращаясь к водителям, внимательным быть на дороге, убрать всё лишнее из рук, не отвлекаться при управлении транспортом. Дети появляются как на пешеходном переходе неожиданно, так могут, к сожалению, появиться вне пешеходного перехода. А бывают, к сожалению, такие случаи, что всё-таки они нарушают. Нарушают присутствие родителей. Родители забывают про то, что когда куда-то торопятся, спешат, ребёнка переводят в неположенном месте. Но, опять же, так сказать, родитель – это, наверное, самый главный, даже не, наверное, а это однозначно самый главный учитель в жизни ребёнка. И как взрослый, в первую очередь, именно родитель научит своего ребёнка, так и в дальнейшем ребёнок будет поступать. То есть, переходил дорогу в неположенном месте, он также будет, когда один в школу, со школы, переходить в неположенном месте, считая, что если я шёл с папой, с мамой, сказал, что, ну, как бы быстро можно, да, аккуратно, также ребёнок будет поступать. Пример перед глазами. Пример, да, и это очень негативный пример, на самом деле. Так сказать, плавно перехожу к родителям, обращаясь к вам, ко взрослым, да, чтобы вы были примером положительным для своего ребёнка. Переходить дорогу только в установленном месте, показывая вот эти все моменты при переходе дороги, что нужно сделать ребёнку, потому что в дальнейшем ребёнок будет сам переходить, и он должен знать и понимать опасность на дороге. Ну и когда приобретаете какие-то устройства, велосипеды, самокаты, электрические самокаты, не забывайте напоминать про правила дорожного движения. Я думаю, что к вашим советам прислушается большинство жителей Верхневожной. Очень бы хотелось в это верить. Напоминаю, друзья, что сегодня у меня в гостях был Александр Григорьев, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Твери. Александр, спасибо. И, наверное, общее пожелание. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте живы и здоровы. И безопасных вам дорог. Спасибо. До свидания. До свидания.